Пупсик у меня самый лучший. Ну что ты говоришь? Да. Пингвин мой. Самый лучший пингвин у всех пингвинов, которые есть пингвины. Все так выделяют, когда мальчик приносит завтрак. Вот никто не знает, просто Пупсик каждый день мне завтрак приносит. Квофи делает, и массажики делает мне. Пингвин. Тренируется со мной. Тормози, пингвин. Самый лучший Пупс. Вот, поэтому я зашью тебе шортики. Спасибо. Я бы раньше зашила просто временем. Мой сладкий. Вот. Очень мне нравится. Я думала, он более, помнишь, мы думали, он более позитивный, типа как Виталий. Вот, просто на позитиве такой ходит, балдеец. Все, этого было бы достаточно здесь. А он начал играть. А он тут начал схемы крутить. Причем, которые ему не по зубам, к сожалению. Потому что если мы видим эти схемы, соответственно, они ему не по зубам. Вообще мне это прям не нравится. Ну ладно, поживем, увидим, что. Ну хоть что-то делает. Ну пусть. Так, ладно, Пупс, твои шорты готовы. О, спасибо. Так, а слюнявчик мой где? Какой слюнявчик? Пупс, тебе слюнявчик еще надо? Да. Где мой слюнявчик? А? Ты шо, его потеряла? Пупс мой. Маленький каприльный Пупс. Ну Лена, она вчера как бы продолжала говорить про тебя. Все, типа, Сэм, Сэм, Саймон, любимый. Но она, я честно, посидел вот на лобном, и волосы маленько дыбом у меня встали. То есть такая, вроде ничего особенного, вроде не истерит, не скандалит, не перебивает. Просто, ну там, говорит тогда, когда надо. Ну так в тему, так прям, знаешь, говорит фразу, я аж прям... Я вот так вот сижу, типа, и ты как бы переглядываешь с кем-то, думаешь, нифига себе, просто вот... Она говорит, не, ну симпатия взаимная, как бы, я ответила Саймона на симпатию. И так это, она так уверенно это говорит, что ты просто сидишь и думаешь, ну реально, Саймон нравится. Что как бы я не уверенно себя чувствую в этот момент, так я думаю... Может, реально? Марго понапряглась вчера. Она уже не смеялась на лоб. Напряглась, напряглась. Напряглась, да. Потому что это Ленка... Я, видишь, я просто спокойен, то есть я знал, что так что-то вывернут, судя по тому, как Русик мне сказал. Говорит, вот сейчас я такое скажу. Сказал, я такой думаю, что за бред вообще. Тут тоже сказали, я абсолютно спокойен. То есть я уверен, знаю, когда я писал, кому писал. То есть вообще пофигу. С кем я разговаривал по телефону. То есть сижу спокойно, говорю, ну да, было. Все угорают, думают, типа, а, я, наверное, себе это приману. Так и мы здесь разговаривали, с тобой стараемся, как бы это все было не секрет. Да, да, да. То есть это уже давно, конечно, было. Естественно, блин, она девочка там симпатичная, своеобразная. Там, ну, умеет там внимание привлечь, там все такое. Ну, не, не, не. А какие девушки тебе нравятся, расскажи. Разные. Разные? Ничего себе. А типаж какой-то есть у тебя? Есть типаж, но, как правило, все девушки, с которыми я строил отношения, не подходили под мой типаж, потому что цепляет иногда нечто странное. Тебе нравятся странные девушки? Нет, я не про это. Ну, ты просто изначально не знаешь, что тебя может зацепить. Ты вроде смотришь девушку, ты с ней общаешься, смотришь, она не твоего типажа. А я от твоего типажа? Оля, не скажу тебе ничего. Ты можешь, вся информация, которую я скажу, может использована быть против меня. Нет, все, ничего не говори, все. Я все поняла, не нужно ничего говорить. Даже если я скажу не моего типажа, моего типажа, неважно, все, что я скажу, я знаю. Ты знаешь, я тоже боюсь с тобой общаться, потому что... Вот, я просто вижу, что ты такая интересная особа. Потому что я знаю, что у меня есть такое, если я влюблюсь в человека по-настоящему, то у меня снесет крышу, и тогда это будет не Лена. Поэтому я к тебе даже подходить боюсь. Это как знаешь, есть человек, который тебе нравится, но он далеко, и ты просто думаешь о нем, что он тебе нравится. А когда начинаешь с ним общаться и понимаешь, что это твое, тогда у меня сносит крышу. Ну вот это правильно. Пока держу крышу и не подхожу. Это правильное решение. Так как я живу в районе гетто, и сейчас все собрались в комнате, как бы слушаю постоянно разговоры о том, то, что Лена тебе конкурент, Лена добьется Саймона. Все сейчас, ну знаешь, штатное мышление из серии, что Ленка тебе конкурент, вот, и Саймон на нее реагирует, у нее есть все шансы, и Лена вообще сама говорит то, что Марго мне не конкурентка, так как я чувств не вижу и так далее. И все сейчас да-да-да-да-да, Лена. То есть все сейчас ей поддакивают. Она сегодня с Саймоном как бы разговаривала, мы втроем сидели на кухне. Да, я знаю. Такой момент, что Саймон ей не сказал, типа, четко нет. Ну, он вчера уже ей сказал нет, при всех четко на лобном. Ну, видишь, девочка не поняла о том, что пытается снова выяснять, ну, как бы, это ее проблема. Марго, а ты видишь, что она какие-то действия предпринимает, или она просто сидит так в ехать? Она себе прямо у человека сказала, я вот, видите, я пока не лезу, я хожу мимо, я говорю, ну, как бы, ты можешь и общаться. Она ждет ссоры вашей. Я когда захочу, буду общаться, я говорю, ну, без проблем. Ну, так, чтобы все знали, я не против, конечно. Просто Виталий постоянно спрашивает у меня, или все спрашивают, а ты не против, если они будут общаться? Я говорю, да нет, пожалуйста, действуй. Слушай, ну, все абсолютно говорят о том, что ты вроде как поднапряглась. Хотя, знаешь, если честно, я встаю на твою сторону и говорю о том, что я видела ребят, я с ними жила, я наблюдала в новогодние праздники на них. Вот, я говорю, Сэм там из-за переписок всяких психовал и так далее. То есть однозначно у ребят, ну, зарождаются более высокие чувства. Просто это как-то так не выставляется на показ, почему вот это не замечает. Там завтра кофе делает, массажики делает, ручки целует, обнимает, там, ну, про ум, в смысле, на руках носит. Ну, то есть, если бы было все равно, у нас там было бы только волшебство, то этого бы всего не было. Ну, ты знаешь, Лена его сегодня спросила, Сэм, а я твой типаж? И он сказал ей, не скажу. Ты должна думать не о Марго, а о своем счастье, если он тебе реально симпатичен. Он мне реально симпатичен, я скажу больше, что я боюсь, что он мне будет еще больше симпатичен. Тогда, мне кажется, я просто буду реветь, и все, и мне проект не нужен. Я боюсь улюбиться. А что Гриценко забудем? Ну, знаешь, когда я увидела Сэма, мне кажется, Гриценко уже... Это пау. Да, Гриценко ему проигрывает внешне. Нету голеньких? Нет. Нет. Что там такое, нормально? У вас есть порошок? Ни порошка, ни голеньких, ничего. Упс. У меня этот вышло просто на пять минут, и уже суперприятные новости. Ты с ней с Леной когда разговаривал при Карине? Угу. Она у тебя спросила, я твой типаж, а ты ей сказал, не скажу. Нет, я не так сказал. А как? Я не буду отвечать на твой вопрос, потому что... Ну, это тоже самое. Я буду отвечать. Мой типаж, не мой типаж, или всевозможные, короче, ответы на эти вопросы будут давать, то она в любом случае вывернет по своему проекту. Нет, Попс, ну... Я сказал, что... Там была Карина рядом. Я сказал, что с ней опасно вести диалог. Поэтому мне пофигу, была там Карина. Ну, тебе пофигу, он мне нет. Потому что они же, ты понимаешь, они как раз это выкрутили. Так что, типа, ну, значит, он что-то скрывает. Ну, я тоже думаю, так же само, как они все. Ну, ты, типа, ей даешь надежду, ты ей не говоришь нет. Тебе не кажется? Ну, значит, скажу по-другому. Я, блин, попытался потом разжевать, что есть мой типаж, что сейчас вообще нет девушек здесь моего типажа. Ну, я же тоже думаю, у тебя там азиатки, мулатки. Ну, вот, если ты сказал конкретно нет, ты не мой типаж, то было бы понятно, когда ты говоришь, ну, как бы, я не буду отвечать на этот вопрос, а ты говори о том, что, ну, да, типа, возможно, у нее есть шанс. Я, значит, я на это... Ну, Попс, ну, это... Ну, если бы я сказал, тогда бы я это обо чем-то говорила. Ну, ты просто не ответил на этот вопрос. Ну, Попс, я поняла, что тебе пофигу, мне нет. Я бы хотела, что я почетче отвечал. Попс, ну, что ты отморозился? Ты услышал меня? Ну, что ты молчишь? Отвечаю так, как отвечаю. Что значит отвечаю? Мне пофигу вообще, кто там что считает, кому что не нравится, как я ответил. Ну, мне не пофигу. Ну, понимаешь, Попс, когда мне говорят, что ты спрашиваешь, я говорю четко нет, а ты не говоришь четко нет. Значит, что это выглядит, как будто что-то скрываешь. Я тебе говорила, Попс, если она тебе нравится, и ты так увиливаешь, можешь и пробовать хоть сейчас с ней строить отношения.